Шалом! С вами Александр Бленд. Мы сегодня поговорим о Святом Духе, на иврите руах оконыш. Есть такая байка, расхожая среди христиан, что Дух Святой в греческом языке мужского рода как-то пытается выучить о его половой принадлежности или ориентации. В иврите руах оконыш, слово женского рода, в греческом языке пневма, группа существительных нама, средний род. Род никогда не мужской род, хотя в одном месте в книге Иова про ветер, руах, сказано, что это слово мужского рода. Ну, это лирическое вступление. Суть вопроса в Танахе про руах оконыш, про Святой Дух, говорится очень мало. Практически ничего не говорится. Книги Нового Завета просто полны упоминаниями о руах оконыш, о Святом Духе. И аналогично еврейская пакрифика, начиная с первого века до н.э., кончая с четвертым веком, в Талмуде, в Тосефте, в Мидрашах, в кумранской литературе. Очень много сказано о руах оконыш или о Святом Духе. Именно в межзаветный период начинает формироваться знание, понимание, ощущение действия Всевышнего в человеке. Дело в том, что история взаимоотношений Израиля и Бога – это история познания Израиля. Бог открывается постепенно в разных качествах. И как раз в тот момент истории, когда Машиах появился на земле, Израиль осваивал, понимал для себя, что такое руах оконыш. Как это понималось? Мы уже часто говорим о том, что с самого начала сотворения мира Бог хотел жить в человеке, произошло грехопадение, это не состоялось. И то сила Бога, замысел Бога жить в человеке, изначально осуществлялся через руах оконыш, через Святой Дух. То есть, Святой Дух – это Дух, который действует в мире ради того, чтобы Бог жил в человеке, ради того, чтобы подчинить человека Богу. А подчинив человека Богу, подчинить всё мироздание Всевышнего. В тот момент, когда человек подчиняется Богу, единая непрерывная связь от Небес самой маленькой твари восстанавливается вся цепочка. На это было направлено действие Роха оконыш. Когда мы говорим «Святой», слово «Святой» означает «посвященный», отделённый от всего. Человек упал в мир, измазался, можно сказать, в миру. Можно себе представить, что взяли душу человека, как некое тесто, и бросили в неё горсть песка. Теперь задача отсеять почти невозможно. Невозможно убрать песок из теста. Рациональная хозяйка выбросила бы это тесто в ворну и сделала бы другое тесто. Благо, мука сегодня недорогая. Всевышний, хотя и у него затраты на муку невелики, в замысле своём задумал очистить тесто, закваску человека от песка. И это та работа, которую призван осуществлять Святой Дух. Израиль, как народ, как община верующих иудеев, всегда работал в этом направлении. Духовная работа в понимании иудея – это именно очищение, разделение между тестом и песком не только в самом человеке, но и по всему миру. Везде, где пришла эта порча, должно прийти исправление. Весь иудеизм, всё мирово устройство, всё служение иудея двигается именно Святым Духом, Духом, который делает не святое, а святым. Задача еврея в этом мире, как он её для себя видит. Может быть, в отличие от большинства христиан, это не спасение в смысле какая-то загробная жизнь, где он будет в раю и на полном гособеспечении, а святость здесь и сейчас. Принадлежность Богу, принадлежность служению Богу здесь и сейчас, и к этому может двигать только Святой Дух. Когда меня спрашивают, если у Израиля взаимоотношение со Святым Духом, Святой Дух не отнят от Израиля, он пребывает с народом Израиля, двигает народ Израиля в служении, направляет его в исполнение заповедей, ту часть, которая, разумеется, стоит и пребывает в этом обетовании. Но Израиль, во-первых, относится к своему служению с должной интимностью. Мы видим праведников, которые служат очень скромно, редко можно увидеть какие-то помпезные шоу, служения и так далее. Меня спрашивают, если у Израиля такие шоу Святого Духа, как у Банихина, то ответ отрицательный – нет, и, слава Богу, нет. Взаимоотношения со Святым Духом, как с любой другой категорией святости, для еврея категория интимная, не предмет для какой-то гордости, для какого-то превозношения, а наоборот – святость, яркий свет, который светит внутрь каждого человека. И когда свет этот оказывается внутри, человек настолько жестко, настолько сильно ощущает себя несовершенным, что он и пребывает в смирении. Возьмите пример. Царь Давид. Царь Давид говорит Всевышнего Духа своего – «Не отнимай у меня, не отними у меня». Значит, в нем есть Дух Святой. Как ведется этот человек? По нынешним меркам он на несколько пожизненных заключений заработал, а может быть на цельный нюрнбергский процесс в отношении себя. Потому что амонитян он пустил в печи, кого привязал к лошадям и проволок по площадям – варвар. Понравилась ему девушка. Ну, вы знаете эту историю, да? Понравилась ему девушка. Не только взял девушку. Хотел спихнуть ее мужу, когда она от него забеременела, прикрыть незаконнорожденного ребенка. Когда не получилось, вообще погубил мужа. Всевышний сказал, это человек по сердцу моему. А Давид говорит, «Духа своего святого не отмени меня». Тут же он сказал, «Ну, если это святость». Ну, что такое Давид? Человек, который пришел к нему прокнуто, рассказал эту притчу про овечку, Давид – царь. Мог же сказать просто слугам своим, «Так, этот Натан, вы сейчас его уведете, куда он там не шел, пусть не дойдет. Там яма как раз у нас во дворе. Давайте этого Натана похороним и с концом будет знать, как меня царя, помазанника, псалмопевца критиковать. Тоже мне нашелся. Кто такой? Он только тем и будет известен в Истанах, что он к Давиду приходил его обличать. Поэтому давайте его просто, как этот, как Урию, туда, след за Урией, отправим. И так не поступил. Есть. Раскаяние. Разум полный. Раскаяние. Сначала Давид не сознается, вообще не понимает, о ком речь. То есть, пришел Натан, рассказал притчу, Давид вообще не уловил, что это намек на него. Степень бессомбестности у Давида в тот момент зашкаливает. А в тот момент, когда пришел Натан, он сказал ему просто, это ж ты. Притча-то она про тебя, мужик. И тогда, тогда Давид говорит, хататили Адунай, я согрешил перед Господом и говорит раскаяние. Говорит, Псалом, умение видеть свою нечистоту. Человек, который сказал, грех мой передо мной всегда, он сказал, это святой человек. Откуда у святого человека перед ним всегда грех? А это Давид. И это его святость. Вот это отношение, отношение Израиля со Святым Духом. Талмуд говорит, Всевышний относится к праведнику на волосу за каждый миллиметр наказания. Умение посмотреть и сказать, Господи, я, наверное, великий праведник, что я безвинно страдаю, и будет мое страдание искуплением за всех остальных великих грешников, потому что это точно правильнее. Никогда такого не было. Дух Святой, умение находить на себе самое маленькое, незначительное пятнышко и сказать, вот-вот за это, Господи, накажи меня, проколи меня, протащи меня, проволоки меня привязанным к лошади по площади, но я хочу очиститься от этого. как действует Дух Святой в народе Израиля. Это наше личное отношение с Духом Святым. А если говорить о танцах, песнях, шумных падениях назад, ну, мы не сподобились. Вот, как бы, чисто в себе ковыряться, копаться, как-то еврейский народ к шоу не предрасположен. Поэтому наше отношение к Святому Духу, отношение со Святым Духом, мы его приспособили как Юпитер, как большой фонарь, который внутри нас светит, выжигает всякую нечистоту. через это мы освящаемся, пытаемся во всяком случае. Так получилось, что Давид, преступник с мировым именем, ну, на храм не потянул, да, а псалмы, псалмы, знаете, мне однажды в Эстонии человек сказал, почитай псалмы Давида, он пишет, как возрожденный христианин-протестант. Ребята, покажите мне такой текст, написанный возрожденным христианином-протестантом, хотя бы приближающийся. Мы видим по псалмам, как через Давида действует Святой Дух. Представьте себе, что Давид, вот силой того Святого Духа, которому написал псалмы, которому он каялся, еще будучи царем, решил бы в Иерусалиме устраивать шоу. Он бы выстраивал народ в ряд и валил бы, валил бы рядами в Святом Духе, молился и говорил бы Дух Святоизвестен, и Дух бы изливался по полной. Прошло две с половиной тысячи лет, две тысячи лет, мы бы сейчас и не вспомнили, что был такой поливальщик Святым Духом. Давид, Святый Дух, использовал для покаяния, для создания песни и прославления. И это отношение, эта культура взаимоотношений со Святым Духом, она осталась в Израиле по сей день. Поэтому, если мы посмотрим, Израиль маленький такой народ, община верующих вообще маленькая. Сегодня еврейский книжный шкаф составляет около полтора миллионов книг. Полтора миллиона книг. Комментарии, на туру, комментарии, на комментарии, меткие заметки, книги по воду, какой-то конкретной глухи. Было у человека чуть-чуть духа на рубль. Он на 99,5 копеек писал книжку. Это наши наработки. Это история взаимоотношений Израиля и Святого Духа. Да, иногда, проходя через человека, много чего было, но двигал, подвигал человека всегда Святой Духа. А Святой Дух это не безошибочность, это не безупречность. Святой Дух это горючее для служения Всевышнему. У нас было горючее, мы писали книги. Псалмы. Мы пытались найти в себе нечистоту и покаяться. Все это было у нас. А шоу не устраивали, не сподобились. Может, надо нам как бы менеджмент Святого Духа изучить поглубже, но я считаю, что все правильно делается. Мне книги, вот честно сказать, больше нравятся, чем валить людей. Друг у меня боксер, если надо кого-то свалить, он свалит. Не надо же ума. И, кстати, люди исправляются тоже, вот как он свалит кого-то. Человек полежит, подумает и меняется. Но там Святого Духа нет. Нет, если Святого Духа, это другое. А так, вот, спрашивайте про Святой Дух, вот это наше отношение, даем отчет в своем уповании. Если на вас Святой Дух, постигайте Писание. Посланник евреям говорит, давайте оставим начатки учения, двинемся дальше. Вот зачем дан Святой Духа. Углубляйтесь, копайте, там же посланник евреям говорит, очень интересно греческий глагол, давайте унесемся. Унесемся, углубимся в Писание, дадим волю своей мысли богословской, теологической, богопознанческой. Давайте планировать, мечтать, что-то делать. Мы сидим на начатках учения. Когда-то возлагали руки, сегодня валим людей, давайте книги писать, новые мысли излагать, открывать новые грани веры. Тогда у христиан будут немного другие отношения со Святым Духом. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»